Всех приветствую на своем канале. Это будет обзор, посвященный моим пустым баночкам за октябрь. Хоть месяц еще и не совсем закончился, но я думаю, все, что у меня может закончиться в этом месяце, я как раз вот покажу. А то, что еще там может как-то случайно, то это уже будет просто на следующий месяц. В общем, если вам интересно это видео, как говорит Аленка, она же Елена Снегирева, то оставайтесь со мной. Если вас же смущает фон мой сзади дверь и полотенце, и, возможно, видно халат, две штуки, деланный мамой, и вам неинтересна эта тема или еще что-то, у вас какие-то претензии, то вуаля, вас никто не держит. Идите, гуляйте или занимайтесь чем-то еще, и нажимайте на паузу, и, короче, не смотрите. И еще заодно в самом начале хочу сказать, кстати, возможно, было слышно там, может быть, даже видно каким-то образом, если он откроет дверь кота, который любит хулиганить исключительно в моей комнате и на кухне. Поэтому по определенным моментам я его не пускаю ни туда, ни туда. Кухня сейчас закрыта. Ибо мы любим лазать по столу. И кому не здесь все, что не приколочено. Даже то, что есть вообще-то как-то и несъедобно. Хотя, в принципе, я его нормально так кормлю. Ну, конечно, недоброжелатели могут понять это по-другому. Без недоброжелателей, как бы без них, если бы их не было, было бы, наверное, скучно жить. В общем, люди, которые пишут мне, просто на днях был такой инцидент, что типа, вот, если бы ты бы сделала мне на заказ, причем сначала и на ты, и на вы, но временно там как-то иногда даже в комментарии дважды, и ты, и вы, человек, видать, не мог определиться, что он от меня хочет. И вообще... Не, я подозреваю... Он определился давно, что он от меня хотел, но суть такая, что если на то пошло, то 2-3 своих видео я делаю на заказ. И когда человек мне пишет, писал, что вот, могла бы я сделать на заказ, он там мне финансово поможет, ну, типа, оплачет мой труд, вообще для этого есть ссылка на канале. Если вы считаете, что просто спасибо, это мало для... относительно вас, к моему труду, да, то вы можете закинуть мне монетку. Но я никого к этому не призываю, там не обязываю. Если же вы считаете, что только спасибо мне можете сказать, ну, пожалуйста. В любом случае, пожалуйста. И вот человек сначала тележит мне что-то там по поводу о-та-та-та-та-та, я тебе там закину монетку, давай где-то там, видимо, в личке или что-то еще договоримся. Я говорю, что это было как раз на СМР, то, которое надо слушать в наушниках. И я ему говорю, что вроде как... Точнее пишу, конечно, ну, говорю, пишу. В интернете уже слово говорить потеряла тот самый изначальный смысл, если вы переписываете, да, о том, что, в принципе, я собираюсь там что-то делать по плану, своему намеченному когда-то будет, я не знаю. И тот человек тут же все, уже забыл, что он мне там что-то хотел. Он тут же, ой, спасибо, то-се, бла-бла, какая ты белая и пушистая, начинается такая тупая лесть. Что я ему просто в тупо пишу, что как раз с Наташей, мы, кажется, переписывались попутно с Юлей. Юля-то мне вообще предложила мысленно послать такого товарища в даль-и-дальнее, то бишь проигнорить, что вот, типа, есть на канале информация, если вам охота выразить свою благодарность, то вперед с песней, типа, никто не мешает. Но человек, видимо, из тех, что сначала от ра-та-та, вот я думаю, если бы мы с ним в личку перешли, он бы что, мне угрожал или шантажировал в этом плане. Ну и еще второй момент. Если вы думаете, что я буду реагировать на ваши призывы, типа, вот все популярные блогеры, АСМР или просто блогеры, так делают, ты тоже обязана, люди, я никому не обязана. Если вы будете, думаете, что я среагирую на ваше, пожалей меня, вы меня не жалеете при этом. Сделать то, как я хочу, покривляйся в камеру, у меня уже есть один макияж подруги. Если он вас не устраивает, извините, идите к тем великолепным блогерам, которые так делают. В общем, если это не то, как АСМР относится, а вообще ко всему. Если вы думаете, что вы мне напишите, что вот это так популярно на Ютубе, или еще где-то там, ты должна это сделать, то облом можете от меня смело отписываться, потому что вы такого не дождетесь. Это как съесть лимон на камеру. Я, конечно, люблю лимоны, но мне от них кто-то там, по-моему, хлорка, или кто-то в этом роде писал в комменты тому человеку, тогда еще где-то, может, полгода, или 3-4 месяца назад, что с повниженной, повышенной кислоты, ну, как-то там, что типа, «Твы шо, ей нельзя!» Она там ислам примет. Пардон, да. Сейчас кто-нибудь прибежит и будет комменты вопить, что я сетевое словечко, хотя мы все в интернете, это уже... Будьте в интернете и не использовать эти вы словечки, это как-то никак. Ну, в общем, я перехожу к пустым баночкам. Это было вступление к тому, что вы могли это пропустить, в принципе. Надо было вначале сказать, пропустите там несколько минут. К тому, что если вы думаете, что я буду плясать под вашу дудку, то отписывайтесь смело, не дождетесь. Ну и, пожалуй, перехожу к своим пустым баночкам. Вот у меня тут сумочка, правда, не фрошевская. Без понятия, что это за сумочка, но она вроде как льняная. В деревне ее у нас захапала. В общем, пожалуй, я начну сначала вот с этой крем-пена. Это то, что я привезла из Беларуси. Это белорусский продукт. Крем-пена для ванной еды, шакузия молоко с растительными протеинами. Релаксирующая. Очень классная, кстати. Я не помню, как я ее так умудрилась, эти 400 миллилитров так быстро заюзать. Но я ее открывала когда-то там в начале, не то, что в начале, в середине лет, когда приехала из Беларуси, еще там пару раз. В общем, питание и увлажнение. Косметика и рис. Если где увидите, то советую вам. Я не знаю, сколько она стоила, но, по-моему, она не особо дорого стоила. Что-то у меня потому, что тогда куча этой косметики на 750 рублей, что ли, вышла всего лишь. Учитывая, что дофига реально купила. В общем, она и как гель, реально вот кремовый такой, гель для душа. И коктейна для ванн. Такая шикарная, нежная. Чем таким сладким, ненавязчивым пахнет, наверное, это все-таки это козье молоко так и пахнет. Вообще, я очень люблю козье молоко, что ли этого не пила. Но, говорят, оно очень полезное. В общем, такая пена для ванн у меня закончилась. Если где-нибудь когда-нибудь увижу, то обязательно себе приобрету. Так, еще у меня закончился, вот тут видно, что он такой беленький, там чуть-чуть еще осталось. Это когда он соприкасается с водой, он таким вот белым молочком, так сказать, становится. Это масло для душа, лаванда и ежевика, 200 миллилитров. Чем особо воняло, в смысле пахло, это и фраше у нас. Сделано, кстати, во Франции. 249 рублей, по-моему, вот такой вот 200 миллилитровый пузыречек. Его на самом деле не особо надолго хватает. Но лично мне я уливаю. Привыкла уливать на губку дофига, чтобы пены было тоже дофига. Кто-то там писал в комментариях, ты гелями до душа поливаешься. Не поверите, поливаюсь. С ног до головы. Был какой-то стишок такой французский, терся с головы до пятой, от пятой до хохолка, не хватило мне куска, промыло. Ну, там был перевод на русских стишках и на французском. Если вы когда-либо ходили к репетитору, то, возможно, вам такие стихи попадались. Да, я была у репетитора по-французскому. В пятом, шестом каком-то классе. В общем, пахун. И ежевика, я не знаю вообще, как ежевика пахнет. Ну, чем-то таким довольно вкусным. И лаван, да, чувствуется. И что-то такое. Что-то такое, наверное, это и есть ежевика. И, в общем, я бы такой приобрела, но, кажется, в последний раз моего бытия в Ифрашеверике я именно вот таких не видела. В общем, как обычно советую. Ну, и вообще советую то, что именно французская, если вы покупаете косметику какой-то определенной фирмы, то лучше все-таки не переплачивать за то, что она разливалась в России, а платить за то, что она делалась, допустим, во Франции, да. А, да, кофта. Времен моей мамы, в молодости моей мамы, это ее общая кофта. Ну, просто я ее иногда юзаю, тут решила, думаю, что одеть такое дома, потаскать, решила ее. Ну, и да, мне слегка прохладно. Так, это у меня чисто самопальный тоник. Понятно, что тут написано череда и смайлик. Делался он, по-моему, весной этого года. Вот у меня там еще есть запасики такие, ну, как это, отвар, череды. Я его юзала как тоник, соответственно, флакончик из-под эйвановского тоника с розой. Ну, что я могу сказать? Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Говорят, что череда убивает покраснение, как моя бабуся, мир ее праху, говорила в свое время, что моя тетя, она по молодости брала там эту череду. Если у той были покраснения какие-то там, или раздражения, то варила эту череду, потом смачивала тряпочку или водку и протирала то место, которое было красненьким. Ну, и типа оно помогало. У меня там еще такого запаса есть, правда, в этом году череды мне не получилось собрать. У меня закончился парфюм, этот свой эликсир, чего-то там, чего-то там, Сенсуэль, арт и фроше. Тот, который сочетает в себе три варианта, три уже на частичной снятости духов, это и сам эликсир, и эрис нуар, и темная ваниль. По-моему, ваниль еще есть на и фроше, на сайте магазина, ну, вообще, в смысле у них еще и выпускается, и эрис нуар у них снятый, а вот это еще тоже есть. Ну, в общем, очень классный аромат. До сих пор еще пахнет, он мне очень нравился, и я его юзла в основном, вот когда холодно, его самое то. Последние там недели за две что-то даюзала очень быстро, у меня выпрыскалось, буквально выливало на себя, говорят, что если выливаешь духи на себя, то, значит, до конца его еще не прочувствуют, значит, это твой аромат. В общем, вот такой флакончик. Я там, наверное, вначале проговорила, надо будет в ближайшее время нажимать на паузу, проверять, что у меня там, у меня закончился этот лосьончик от клиник номер 2, который мне один из трех, что мне присылала в поменяшках Настя Зарецкая. В общем, он все-таки, мне кажется, частично спиртовой, потому что немножко он стягивал кожу, он немножко освежал. В принципе, он классный, если я вдруг когда-нибудь решусь чего такое купить, то я, наверное, себе такой приобрету. Он для всех типов кожи, ну, что-то такое он особое, я не заметила, что он там как-то улучшал кожу или еще что-то, но вот именно сам эффект, вот этот полу спирта, полумяткий такой, он мне нравился. Пахнет, кстати, спиртом, когда его открываешь. В общем, я его оставлю для своих химических опытов. Можете в комментах поозлорадствовать на эту тему. Вот этот у меня закончился сегодня шампунчик. Вообще, тут пару раз как-то его перелила, точнее, два раза помыла волосы, намыливал, потому что мне чуть показалось, что не сильно так промылось. Я его пользовала потом и с бальзамом для волос, но как-то все-таки он, вот только плюс из него, только то, что он экономичный. Все остальное 190 рублей за 60 миллилитров. Хотя волосы сегодня я им помыла, и вот они до сих пор еще пышные. Я их расчесала деревянной расческой, до этого они были вообще перелезаны. Но я туда, чтобы вылить остатки, я просто туда добавила чуть-чуть воды, встряханула и намылила. После вскрытия он жил 12 месяцев. Ну, меня он не прожил, конечно, 12 месяцев. Если вам охота повыпендриваться, то можете купить себе бодишоп за 190 рублей 60 миллилитров. Или там 850, кажется, полноценный флакон, это, кажется, 200 миллилитров. Или что-то в этом роде. Баночку я себе оставлять не буду, у нее очень тугая крышечка. Вот это вот. Ну и вообще, как-то у меня баночек хватает. Так. У меня закончилась очередная соль из Атака, который филиал Ашана. Вот такая обычная соль. СПА от Ларисы. Минеральная косметика на основе морской соли. Морская соль для профилактических ванн. Натуральная 500 грамм. Все 500 грамм последний раз я в ванну и чуть-чуть была. Хотя тут можно разделить на 2. Обычная соль, кстати, никаких камушков или что-то такого не остается. После нее она полностью растворяется. А тут даже вот Насте за резкой обзоры смотрю, там жалуются, что часто остается какая-то фигня, да, там, с какой-то песочкой. В этот раз тут никакого песочка нет. Так, у меня закончилась пена от Эйвен Орхидея Малина. 250 мл, которую я Насте посылала. Еще кому-то там, возможно, у меня там она от конкурса тогда шла. И, в общем, я ее пользовала половину, использовала чисто как гельда душа. Она такая шикарная, темная, пахнет офигительно. Кстати, вот если кому интересно, то в приложении к 17 каталогу Эйвен в этом году, на распродаже она есть по 89 рублей, кажется. В общем, 250 мл, потом я ее заюзала как пену. Причем я что-то так послушала, смотрела обзор Насте, ее пустых ванночек. И я вот столько, наверное, одну треть этой, хотя довольно много этой пены получилось, там, в принципе, двух-трех колпачков бы хватило. Я две, в общем, одну треть этого флакона фигатнула в ванну вместе, то есть с солью, и потом котенка снабжала пеной. Он у меня в ванну суется. Вообще ходит за мной хвостом. Так, что у нас еще здесь осталось? Здесь у нас осталось, остальное на столе. Здесь у нас осталось, а клиник, это у нас пенка за умывание, вообще гель, по-моему, за умывание, это для всех типов кожи. Да, ну, что хочу сказать. Допустим, бальзам или помаду с губ, он нифига не смывает. Просто как умывалка, ну, может быть, она какой-то эффект давала. Ну, обычно такая умывалка, просто возможность попробовать что-то такое. Может, кожу не стягивала, что-то не помню, потому что я ее так даюла, она мне уже вот где-то быстро, короче, закончилась уже в октябре. Кстати, тут еще что-то еще есть, смотрите, можно еще что-то выдавить, оказывается. Ну, в общем, что-то выдавить, я ее тогда даю за сегодня вечером. Пока что восторги у меня чисто исключительно, ну, может, даже не то, чтобы супер таких восторгов, вот просто как попробовать что-то такое-то, хорошо, если там что-то купить с собой, не сказать, что это оно ой-ка плохо, ну, даже не сказать, что это среднячок, нормально, крем мало расходуется, хоть я его покажу в пустых баночках, там еще немножко есть, мало расходуется, хорошо увлажняет. Для смешанного типа кожи, я думаю, самое то. Но какие-то там супер восторги, о-о-о, не скажу. Просто хорошая косметика. Так, сейчас я, пожалуй, пока у меня в этот раз остановилась, там 14 минут всего лишь, и, в общем, я перехожу. Это у нас уже оговорено. У меня заканчивается бальзам, точнее, блед для губ от Эйвен, Эйвен Глосс, Глоб Лип, чего-то там, 5 мл, 6, точнее, мл, который мне, кстати, кто он тут? Да, розовый бриллиант, который мне Женька как-то подарила, он у нее был немножко заюзанный. Тут остается буквально совсем чуть-чуть, я думаю, кстати, сейчас у меня на губах на 2-3 применения просто остается уже, я думаю, что я его заюзаю, если не в остатках видео, если в этом месяце еще буду что-то записывать, то хотя бы чисто вот, когда я выхожу на воздух. Вот, такая вот лопаточка, ну, довольно удобно наносится, такой нормальный, липкий, нелипкий, не знаю, блески они, в принципе, должны быть липкие, потому что они же блески. Ну, в общем, хороший блеск, вообще мне илановские блески, в принципе, нравятся. Так, у меня заканчивается то, что Аленке не подошло, потому что она мне ее дарила, Аленка, то бишь, Елена Снегирева вот эту, не знаю, наверное, когда вот у меня там этот год канала, что ли, было, она мне что-то тогда дофига всего дарила. Это у нас Фаберлик, профилактическая зубная паста с прополисом, в Майхане, это мой медик, видимо, и она у нее была вскрытая. В общем, знаете, такая странная немножко паста, как моя сестра попробовала ее, чисто почистив зубы, сказала паста ни о чем, не знаю, как насчет ни о чем, ни о чем, вот, я думаю, видно, там она такая желтенькая, вообще она такая прозрачная, такое гелеобразное что-то, и она выдавливается, ну, знаете, паста как паста, я не понимаю, как понять, там, паста хорошая, паста не хорошая, у меня зубы специфические, вообще пофиг дым, какая паста, главное, что она чистит. Пену она там какую-то создает, какого-то там супер свежего, там, ощущения я не нахожу, потому что она, в принципе, без мяты. Ну, нормальная такая паста, интересный, кстати, флакончик, вот, ну, можно так открутить, а только потом не сразу заметила, что вот можно вот эту крышечку открыть. И вроде как типа дозатор, но, конечно, на самом деле, это нифига не дозатор, но там, если чуть больше нажал, то оно тебе выловилось, и дофига. Тут осталось на 2-3 применения, наверное, и она липкая, я в нее вляпалась пальцами. Так, у меня заканчивается, кверху ногами держу, потому что буквально чуть-чуть осталось, это вот лосьон для тела, который я покупала с соленкой, наверное, когда мы еще гуляли в мае, когда у меня бабуся еще лежала в больничке в Ярике. В общем, я тогда его покупала как с розой, потому что он розовый, там что-то на ценнике было написано, что он с розой, на самом деле это гранат у нас тут, и вообще чисто по-моему на французском написано яблоко граната или что-то такое, вообще не знаю, что это такое. На словарь залезти сто лет не занималась французским, нифига не помню. Но оно вроде как этот лосьон для тела, и у него срок годности был вообще до октября следующего года, но я его заюзала совсем недавно. Тут совсем чуть-чуть осталось, я его пользовала в основном как клемм за ног, клемм до рук, но иногда как лосьон до тела. Быстро впитывается, густой по консистенции, и очень неудобно доставать, вот что я перевернула, все равно там на дне осталось, и вот он такой вот. Я думаю, если бы он был в тюбике, было бы удобнее. Я уже сто лет не пользовалась лосьонами, но мне казалось всегда, что лосьоны они как-то пожиже должны быть. А он такой очень густое. Не сказать, что оно быстро впитывается, сейчас узнаем как раз, как оно впитывается. Пахнет чем-то таким, ни розой, ни цветами, ни чем-то таким сладким, таким каким-то, видимо, лосьоном. Ну, в принципе, неплохо увлажняло, и, ну, как, на ногах тоже он у меня был. У меня тут царапки от котенка моего. Да и еще сейчас, видимо, тот период, когда у меня кожа на руках очень дико сухая, поэтому я сейчас снова пользуюсь вот этим маслом. Оно, кстати, доканчивается там совсем чуть-чуть. Осталось это масло персиковое, косметическое. Было 100 миллилитров, срок годности 3 года. Ну, в общем, оно бы жило еще 2 года, там, мирола. Ну, я его покупала в фиксик. Хоть и говорят, что, ой, это такое все-то плохое. Ну, в принципе, знаете, нормальное масло. Я масло персиковое на вкус не пробовала без понятия. Может, конечно, это и не персиковое, но чисто в составе написано, что персиковое. Хотя говорят, что на заборе тоже кое-что написано, но при этом это забор. Так, и по поводу Эйвана я сделаю заказ сегодня-завтра, и в понедельник я его получаю. Надеюсь, сделаю обзор. Там вот, в общем, у меня 3 клиентских заказа, плюс небольшой мой. У меня заканчивается, ну, тут тоже немножко осталось. Это Аленка мне подарила. Это у нас Фаверликовский бьюти-кафе. Мятный шоколад. Крем-гель для душа. Лакомство 0 калорий. Он такой вот, он зелененький, но видно, что он зелененький. Ну, обычный гель. Никаких особых восторгов я не могу сказать, но да, он хорошо пенится. Тут он нарисован на эти плитки, которые я недавно рекламировала в своем обзоре вкусняшек. Она говорила, что это исключительно японский шоколад. Японский шоколад, насколько мне известно, он зеленый, он с зеленым чаем, кажется. Мятный шоколад, то вот Финка производила, Швеца, еще что-то. Это, ну, никак не японский, короче. Хороший гель такой. Кстати, номер 2190, если кому интересно. Тоже он у меня заканчивается. В общем, у меня заканчивается Планета СПА. Маска. СПА-ритуал удовольствия с маслом африканского дерева шея, актрактом какао. Маска для лица 75 миллилитров. Эйвоновская. Я ее пользовала, не поверите, пару раз на руки. Просто так. Кстати, хорошо увлажняет. На лицо тоже, если я даже бабушку в свое время умудрилась попугать, это захочет такой, если негр. Ну, она действительно так вкусно пахнет, так выглядит. И всегда хочется после этого кушать, даже если вы сытый. Ну, и тут у меня осталось буквально на одно применение. Я сегодня вечером, думаю, ее допользовать. Вот она. Такая вот. Кремик такой шоколадный. Вот сейчас я опять на нее смотрю и хочется сожрать что-нибудь. Хотя я слопал два пирожка. У меня заканчивается крем для рук нежной розы. Это у нас модум, тоже из Беларуси. Я привозила 75 грамм. У меня такой же вот именно серии есть. Молочко для снятия макияжа, вообще для морды лица. И пенка для умывания от Насти Зарецкой. И, в принципе, он такой, по-моему, глицериновый. Да, вот тут в самом начале вода и глицерин идет. Обычно такой хороший крем. Кстати, вот эта фигня впиталась. Руки блестят, но они не скользкие. Хороший, обычный белый крем. В принципе, довольно экономичный. Совсем чуть-чуть его надо, чтобы... Ладно, уж покажу. Правда, вывалилось у меня иногда больше, чем чуть-чуть. И вот где-то одна треть того, что вывалилось, у меня обычно его хватает на руки. Теперь у меня руки будут супер увлажненными. Благодаря лосьона его, кстати, он действительно пахнет розой. Причем такой яркой, хорошей розой. Не химическая, а именно, допустим, вы сорвали там в саду розу, да, она пахнет розой. Или шиповник вы понюхали, вот цветущий такой, дикорастущий там какой-нибудь. Тоже. Вот именно такая конкретная роза. Хороший кремик. Ну да, там это ощущение снимает, ощущение сухости, бла-бла-бла. И чего у нас там, чего-то он там не оставляет. Ну да, успокаивает, да и т.п. и тому подобное. А, оставляя гладкий бархат. Короче, оставляя шлейф с ароматом розы. Так, у меня тут вот как раз тут самый крем, который вот из этой троицы. Ну тут совсем, он, конечно, у меня перетек уже раз пять. Тут у нас было, сколько у нас тут было-то вообще? Что-то не 15 миллилитров тут было. Да, 15 миллилитров. Он очень экономичный. Совсем чуть-чуть надо. Он такой вот желтенький. И я его пользую, ну когда пользую, когда нет. Потому что у меня тут молочко, в принципе, еще есть. Я иногда молочком протрусь, и уже ничего не надо. Но, в принципе, вкупе они все вот это вот троица довольно хорошая. Насколько я помню, вроде не надо было после нее крем наносить. Но считается, что сначала этим умыться, потом этим протеряться. И вот этим вот. Можно вообще по отдельности. Можно умыться, уже ничем не протираться, потому что кожа не стянутая. Если вдруг чего-то там как-то пыталась ей, кстати, кажется, помаду удалять. Не помню, особо вроде никакого эффекта не было. Супер такого удаляющего. Но чисто морду лица протереть, чтобы там освежиться. Он очень хорошо подходит. Ну и если где-то у вас местами такое вот видно, что шелушение и кожа слегка сухая, то он тоже хорошо справляется с этим. Так, и последнее это у нас маска, которая, как бы мне сказала Настя, из Ярика, с нашей последней встречи, вот как раз она мне ее подарила, что там ее разделить на три части. Кто-то мне в комментариях написал, что она без спрея не работает. Спрея у меня, соответственно, не было. Как я узнала, что, да, на упаковке было написано, что спрей. И как я поняла, она маска-пленка. Я не люблю маски-пленки. Я ее на днях на фейс намазывала. И благо, что за счет того, что нет спрея, она до конца не засохла. И я ее смыла нормально, потому что я не понимаю эти маски-пленки. Я пыталась ее снять. Я поняла, что она как-то где-то там местами засохла, но она как-то это частями бы снималась. Очень хорошо очищает лицо, лиц, кожа такая мягкая идет. Но единственная куча побочных эффектов, как там написано, что типа, если у вас где-то сухая кожа, намажьте, значит, там это все жирным кремом. Потом нанесите маску. Вопрос. Если вы делаете эту маску для жирной кожи, то делайте ее или люди просто с жирной, сухой кожей пытаются ее нанести, зная, что она для жирной кожи. Короче, я не очень поняла прикола, но, в принципе, неплохая маска-мотирование. Ну и на упаковке было написано, что если вам куда-то найти, то вот за 20 минут это все нанесли и сделали. Я, правда, ее делала вечером. Мне никуда не надо было идти. Компрессионная дегидная маска для лица. Мотирование. Для склонной к жирности и проблемной кожи. В общем, не сказать, что она у меня склонна к жирности. Она, скорее, у меня смешанная. Но иногда она бывает склонна к жирности, если я чего-то не того переем. Содержание упаковки рассчитано на одно применение. Ну, тут у меня еще осталось на полтора-то точно применение. Ну, просто, чтобы уже потом ее не кидать в пустые баночки. И просто я не думаю, что вот... Ну, решила я в этот раз не совсем конца месяца делать этот обзор. И, в общем, если кому интересно, то номер 1085. Вот этой вот маски. Ну, и, наверное, все. В общем, обзор будет наивен на следующей неделе. Может быть, я еще на этой неделе что-то запишу, а может быть и нет. Не обещаю. Если вы досмотрели до конца, вам что-то было интересно, полезно, вы что-то решили не купить или наоборот купить, то я очень рада. Ну, там, пишите комменты, ставьте лайки, дизлайки. Вообще, я думаю, что в конце не обязательно говорю. Потому что если вы хотите написать коммент, там вас не заставят. Вы все равно напишите. Если вы не хотите написать коммент, то вас тоже не заставишь, вы его не напишите. Ну, и подписывайтесь на мой канал, если вам это интересно. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok